Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, смотрите. Первое. Хронология вашего повествования о Анастасии не то чтобы очень понятно. То есть, вроде бы вы описываете сначала, что у меня возникла проблема, я чистую сильную боль, мне ничего не хочется делать и постоянно хочется плакать. Потом вы пишите, что меня раздражают мои родители, и далее вы пишите, что все началось с того, что я узнал неприятные для себя новости. То есть, предположительно началось все с того, что вы узнали новости тогда, когда вы эти новости узнали, у вас еще боли в груди не было, вот, и боль в груди появилась только когда родители вам сказали, что противно смотреть на ваши слезы, по любому поводу плачешь. С этого момента началась боль, и с этого момента появилось раздражение. Я в этом не уверен в такой хронологии, но буду исходить из нее. Первое, на что я хочу обратить внимание, это на то, что то, что вы ощущаете, судя по всему, не выраженная обида, которую вы, судя по всему, провели в себе. Потому что упоминание о том, что вы что-то родителям ответили, ну, как бы, в качестве обратной связи на их такое высказывание нет. Соответственно, обида внутри горит, невыраженные эмоции и чувства горят, вот, от этого боль, и, соответственно, это вас, скажем так, угнетает. Обиды можно и нужно выразить, чтобы снять эмоциональное напряжение и понизить эмоциональный тонус. Это все делается через определенные приемы вместе с специалистом. Это называется техника кататься, если вам интересно. Дальше. Следующий момент. Это момент, что вы, почему-то, ожидали у своих родителей, что они, ну, отнесутся с пониманием, например, да, к тому, что с вами произошло. То есть такое ощущение, что вы накладывали, накладывали на них, накладывали и накладываете на них некоторые ожидания, которые, ну, не совсем соответствуют действительности, потому что мне сложно, очень сложно представить себе, что до этого момента, который вы описываете, ничего не указывало на то, что родители ваши отреагируют на проявление эмоциональности с вашей стороны таким образом. Скорее всего, это было и раньше. Просто вы на это предпочитали не обращать, скорее всего, внимания. Вот. И это в некоторой степени проблема для вас. Потому что, ну, определенно, нереалистичность, нереалистичность взглядов. Вот. Понимаете? Поэтому я бы сказал, что нужно вам помочь более реалистично смотреть на вещи. Следующий момент – это непринятие, на мой взгляд, своего состояния, в том числе здоровья, вот, и то, как вы воспринимаете себя в контексте этого здоровья. И вот мне здесь кажется, что из-за своих проблем с здоровьем, может быть, вы считаете себя какой-то не такой, какой-то, там, неправильный, какой-то, может быть, ущербный, ну и так далее. Если это так, и если именно это стало причиной, почему вы так отреагировали последующей лавиной эмоций, то вам именно в этом с принятием себя отгад от оценок и сравнивании нужно помогать. Тогда вы будете менее болезненно реагировать на подобные вещи. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Спасибо.